Дорогие зрители первого еврейского телеканала, мы, братья Эйфусы и наша творческая бригада приветствуем вас в эфире итоговой программы 2 кадра. Шалом, Рузахербо, привет! Сегодня самое время добавить к нашему стандартному приветствию слова Шаната Ваа Омитука. С наступающим еврейским новым годом Рош Ашана. Сегодня выпуск программы 2 кадра посвящен празднику Рош Ашана итогам и статистике уходящего еврейского года, традициям народа, надеждам и планам на будущее 5783 год. Но мы не забудем, что жизнь продолжается и даже в предпраздничные дни она преподносит много важных, интересных и острых сюжетов. Итак, в праздничном выпуске вы увидите, чем и как встречают израильтяне и евреи в диаспоре праздник Рош Ашана. Израильские партии решают русский вопрос, как строить небоскребы, чтобы никто не провалился сквозь землю. Новый израильский музей восковых фигур, кто и за что стал изваянием. Телефонный мошенник пойман, но афера продолжается. Кто дурит русскоязычных пенсионеров? Наши постоянные разделы стендовтора, недели в истории и комик недели. Поэт, педагог, депутат и уполномоченный. У нас в гостях известный политик Евгений Бонимович. Главная и самая сладкая тема, конечно, про Новый год. Про традиции праздника, про блюда, которые готовят и подают в эти дни. О символизме этого доброго и любимого праздника. Об ограничениях и духовности в нашем первом репортаже. Смотрим. Рош Ашана переводится как «голова года». Это Новый год по иудейскому календарю один из самых важных и светлых еврейских праздников. Наступает 5783 год. Его встреча начнется вечером в воскресенье 25 сентября, в канун праздника или в Айрафхак. Праздник продолжится 1 и 2 числа иудейского месяца Тишрей, то есть в понедельник 26 сентября и завершится во вторник 27 сентября 2022 года. Вечером 25 сентября в Айрафхак Рош Ашана израильтяне и евреи всего мира собираются с семьями за празднично накрытыми столами и отмечают начало Нового года. От того, что делает, как ведет себя и что чувствует человек в праздник Рош Ашана, зависит, каким будет для него следующий год. После Рош Ашана начинаются 10 дней раскаяния Ямим Нораим, увенчанные Йом-Кипуром, судным днем, днем всепрощения и искупления. И есть всего 10 дней после Рош Ашана, чтобы обдумать свои поступки, исправить ошибки и раскаяться. После Йом-Кипура высший вердикт утверждается, скрепляется печатью. Обязательно прозвучит шафар – трубный звук ритуального рога. Шафар объединяет всех евреев, где бы они ни жили. Его слушают стоя все поколения. Это символизирует единение народа, где каждый готов постоять за каждого. Не случайно в день праздника евреи едят гранат. Плод, символизирующий общность и тесную связь, а также 613 заповедей по числу гранатовых зерен. Еще на столах среди прочих праздничных угощений – яблоки и свежая хала с изюмом. Дольки плода и ломтики выпечки обмакивают в мед, чтобы год был обильным и сладким. И, конечно, фаршированная рыба – гефельтефиш у ашкенасских евреев, горско-еврейское рыбное блюдо – джагхур и другие национальные еврейские явства из рыбы. Рыбу подают вместе с головой, чтобы в будущем году возглавлять и показывать пример всем народам, а не отставать и не плестись в хвосте. Кружочки моркови, которыми украшают рыбу, символизируют монеты, богатство, которое ждет в наступающем году. Будет и обжаренная в сахаре морковь цимис – тоже символическое блюдо. Евреи поднимут тосты за новогодие, за свой народ, за родных, близких и друзей, за веру во Всевышнего. За надежду хорошо прожить наступающий 5783 год и снова встретиться за праздничным столом. В осенние праздники важно подумать не только о душе, но и о своем теле. Рошашана, пост гидали, емкий пур, сукот. Каждый день нужно или терпеть, или есть. Выпивать или держать пост. Сегодня ничего, завтра обилие. Завтра обилие, послезавтра ничего. И такой стресс для организма, что здесь нужен совет. Здесь нужен совет профессионала, как нам все это пережить. Итак, звездный врач-диетолог, терапевт, доктор медицинских наук, профессор Мариат Мухина сейчас расскажет, как нам жить этот месяц. Мы приехали в клинику Оригитея к Мариат Мухиной, и она поделилась, как нам все это выдержит. Вообще, как диетолог я хочу сказать, что народная мудрость еврейского традиционного месяца праздников, она как раз заключается в том, что вот эти вот возлияния и где-то, скажем, передозы и пищевой, и алкогольной, так сказать, интоксикации, они, с одной стороны, несут с собой определенную функцию. Ну вот, например, если мы говорим о посте, который потом будет заканчиваться застольем, это всегда резкое освобождение желчного пузыря. То есть это очень мощный спазм, который, значит, усиливает фактически отток желчи. И поэтому к этому моменту надо подготовиться, чтобы вот как раз вот эта вот очистительная функция, ведь вот раньше не было такой огромной статистики по желчекаменной болезни, потому что люди соблюдали вот эти посты, правильно проводили застолье, в итоге желчный пузырь опорожнялся, и камней ни у кого не было. Но также и сейчас, если вот человек действительно ведет правильный образ жизни, соблюдает все посты и использует вот эту конфессиональную мудрость, которая нам дает, ну, дает человечеству, вот в частности, как раз протокол еврейских праздников, которые у нас ожидаются и проходят сейчас, то фактически это гарантирует здоровый желчный пузырь. Вот, поэтому если мы говорим о том, что готовится, как правильно использовать это еще как не просто инструмент духовного очищения, но инструмент очищения организма, это будет очень здорово, если мы подготовимся и уже вот за 5-6 часов, например, до застолья начнем пить желчегонные травы. Или употреблять, например, растительные, значит, и употреблять растительные препараты, которые, или витаминные препараты, которые улучшат нам, например, фермент алкоголь-дегидрогеназу. Вот дело в том, что алкоголь, он расщепляется алкоголь-дегидрогеназой до ацет-альдегида, и потом вступает ацет-альдегид-дегидрогеназа, который вообще полностью алкоголь превращает в уксус, в воду, в углекислый газ. И чтобы вот эти два фермента хорошо работали, необходимо принимать глютамин и аргинин. Вот эти вот две аминокислоты можно даже просто купить в аптеке и выпить наряду с желчегонными препаратами, такими как экстракт отыщелистника, экстракт артишока, соответственно, другая линейка препаратов, которые содержат кукурузные, рылица и так далее. То есть желчегонные у нас в магазине просто копеечные цены на них, и это доступные препараты. Плюс вот эти витаминные препараты. Потом очень хорошо повысить концентрацию витамина В. Это поливитаминные комплексы, которые содержат витамины В, витамины, необходимые для нейронов. То есть мы таким образом укрепляем наши еще мозговые клетки, потому что нужно понимать, что токсическая доза для мозга – это 19 грамм алкоголя. То есть для печени токсическая доза – это 60 грамм чистого этанола, для мозга – 19 грамм. Это практически 60 грамм водки, и это уже как бы вот такая доза. Поэтому вот мудрость израильского народа в том, что все-таки предпочтительнее вина, которая, конечно, содержит меньше алкоголя, чем вот эта беленькая, которая как раз вот нам даст сразу и токсические метаболиты, и токсические, и сразу мы вот эту дозу этанола получим очень быстро. Для печени это 285 миллилитров фактически водки, и печень может рухнуть. Поэтому предпочтительнее все-таки пить вина, ну и желательно, конечно, кошерные, потому что они лишены вот тех консервантов, которые усиливают токсическую нагрузку на печень. Ну, конечно, очень мощное физиологическое значение имеет пост Йом-Кипур. Вот тысячелетняя история еврейского народа, вот то, что в таких страшных ситуациях все-таки люди выживали, это все-таки большая роль и праздников, и вот этих постов, которые практически в этот момент снижают токсическую нагрузку, очищают организм. Человек освобождается от метаболитов, от интоксикации хронической. А у нас нужно помнить, что в нашем современном мире где-то 100 тысяч новых веществ, в которых организм даже не имеет метаболические пути вывода. Поэтому вот в этом отношении очень помогают именно посты. Очень большая мудрость в том, что перед постом идет как раз загрузка и углеводная, и белковая. Это пельмени креплах, то есть это чистая мука, чистое мясо, немного лука, соль, специи. И вот этот белково-углеводный ансамбль как раз насыщает и углеводами, и белками организм, и после этого уже следует 24 часа именно сухого голодания. То есть это и есть пост, в который в этот момент идет молитва, идет очень мощное обращение к Богу. Естественно, это фактически огромная такая работа нейронов, которые уже получили углеводы в запас, получили белки, то есть это необходимый синтез антител, нейромедиаторов, мембран. Все это имеется уже, то есть мы это все получили с этими волшебными пельменями. И дальше у нас целые 24 часа полного очищения. То есть в этот момент идет концентрирование желчи. И дальше очень важно как раз правильно принимать пищу, когда идет этап уже застолья после поста. И очень физиологичен как раз выход из этого 24-часового сухого голодания, которое практически исцеляет организм. Дело в том, что вот в момент такого сухого голодания у нас организм вычисляет все мутированные клетки, все патологически измененные клетки и подвергает их апоптозу. То есть он как бы берет необходимые ингредиенты из этих плохих клеток, которые должны подвергнуты быть утилизации, он их утилизирует. И в этот момент идет как раз, можно сказать, очищение, вообще избавление от атипичных клеток, от опухолевых клеток. И не случайно даже вот такие вообще периоды постов таких сухих даже рекомендуют онкологи своим пациентам для улучшения иммунитета. Поэтому это очень такой важный момент, выдержать этот пост 24-часовой. Именно вот молитва помогает, концентрация, то есть человек в этот момент может концентрироваться на своих просьбах, желания, более четко послать посылы такие энергетические, можно сказать, четко почувствовать вектор желания, которое он хочет, чтобы они исполнились. Соответственно, вот в этот момент, как раз, когда вот пост заканчивается, очень важно мудро выйти из этого поста. И вот здесь как раз традиционно именно используются растительные диуретики, такие как арбуз, дыня, вода. То есть, вот, представьте, токсины накопились, их очень легко организм быстро выводит. И в этот момент выход из этого 24-часового поста очень мудр, что не используется алкоголь. И не надо его использовать, а именно такой безалкогольный, фактически, аперитив. То есть, арбузный, дынный, и, конечно, вода, которая все это вымывает, растворяет, выводит. И мы уже готовы к новым праздникам и к новым, опять же, молитвам. Сразу после емки пурт начинается суккот. Это период как раз застольев и как раз обильного излияния и алкогольных напитков, и такой хорошей, калорийной, вкусной еды. Но тут очень важно, вот, лыхаемы, да, сочетать с отдыхом. Выпили кедуш. Это, кстати, вот такая вот доза, она физиологическая, которая как раз покрывает вот эту токсическую дозу. И фактически, ну, вот маленький кедуш, это как раз возможность не передозировать, не передозировать алкоголем. И в этом плане нужно помнить, что вот сочетание именно мясной еды и овощей, вот мяса и овощей, которая вот особенно кошерная, потому что в этом случае и животное правильно убивается, нет такого количества гормонов стресса в мясе, потому что адреналин и норадреналин, он практически не разрушается в мясе при варке, при готовке. Поэтому очень важно, чтобы это было кошерное мясо, кошерно приготовленное, и, конечно же, минимум стресса, которое не передаётся в этом случае человеку. Соответственно, когда мы говорим о... Вот некоторые используют такой приём, используют жирное, для того, чтобы создать жировую плёнку, и использовать такую пословицу «закуска градус бережёт». На самом деле, закуска градус ворует. И нужно помнить, что при очень обильной закуске вначале человек действительно долго не пьянеет, но потом эта жирная плёнка всё-таки прорывается, и вот в народе говорят, мгновенно окосел. То есть, чтобы такого не было, нужно не злоупотреблять жирной пищей, и закусывать, не столько нужно закусывать, сколько запивать. Причём вот запивон, так сказать, вода или какие-то соки, желательно, конечно, виноградный сок, он сразу ещё заставляет работать печень и снимает интоксикацию. Вот эту воду лучше пить до, как говорится, вот чем после запивать. Вот именно до непосредственно употребления алкоголя. То есть, в этом случае это будет более физиологично. И очень такой совет, такой пролонгированного действия, это всё-таки запастись энтеросорбентами. Потому что если вы можете до застолья принять энтеросорбент, и он как раз уже возьмёт в себя те токсические метаболиты, которые могут быть в алкоголе, если он, не дай бог, некачественный, какие-то сивушные масла, какие-то другие спирты. Вот энтеросорбент всё это очень хорошо забирает. Энтеросорбенты могут быть растительные, аптечные и так далее. Дорогие друзья, поздравляю с 5783 годом, хорошей записи в книге жизни и печати. Шана Това Умитука Хак Самех. Со словами приветствия и поздравлениями к зрителям первого еврейского телеканала обратился накануне праздника Роша Шана президент Международного благотворительного фонда Стмеги. Вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Рожбилович Захарьяев. Накануне праздника Роша Шана нашей программе дал интервью президент Международного благотворительного фонда Стмеги. Вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Рожбилович Захарьяев. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 5783 годом. День Роша Шана – это начало всего, что будет сопровождать человека весь будущий год. Каждый год в Роша Шана Бог вновь творит мир. Как сказано в молитве, это день начала дел твоих и память о дне первом. Давайте же возьмем обязательство совершить в этот день как можно больше добрых дел. Желаю вам и вашим близким хорошего и сладкого года, чтобы Бог записал ваши имена в книгу жизни и скрепил подписью Шана Тава Омитука Доброго и сладкого Нового Года Худокумек Дорогие друзья, приближается Новый Еврейский Год. Год, который, я надеюсь, принесет нам много счастья, много спокойствия, много мира. Вообще во всем мире, конечно, мы должны всегда помнить, я как посол государства Израиль всегда думаю о том, что происходит у нас. У нас тоже непростое время, но я уверен, что Новый Год принесет нам новые успехи, много счастья нам, нашим друзьям, нашим семьям, нашим детям, внукам и правнукам. Так что еще раз, Шана Тава! Дорогие друзья, я вас поздравляю всех с замечательным праздником Роша-Шана. И я хочу, чтобы весь этот Новый Год был сладким и счастливым для вас, для всех, для членов ваших семей. Я, собственно, того же самого желаю и себе. Авось сбудется. Дорогие мои, каждый раз Новый Год – это новое ожидание, это какие-то надежды, связанные с нашими близкими, с нашими семьями. Пусть у нас будет ресурс, пусть мы будем все здоровы. Я всем всегда желаю, чтобы были здоровы не только они сами, но и люди, которых они любят. То есть вы? Шана Тава, Умета Ка, дорогие. То есть с Новым Годом. Это все, что я могу сказать на иврите. Я могу поздравить, потому что Ани Лома Дабер Бееврит, Рак Русит. И вот на этом самом Русите, поздравляю вас, еще остались праздники. И вот этот праздник, который сегодня здесь витает, и на который мы все очень надеемся, мы всегда надеемся, что в Новом Году, в следующее время, будет лучше, чем сейчас. Желаю вам этого, поздравляю с этим и надеюсь на это. Спасибо, дорогие. Еще раз с Новым Годом. Самое главное – это поздравление с Новым Годом. Роша Шана. Ой, ну только что все осталось гнусное и мерзкое в этом году. Чтобы будущий год был светлым, добрым. Чтобы он нас пожалел, не дал нам больше не мучиться, не страдать, ни от каких операций, полуопераций. Я всем желаю пройти в этот год весело, радостно, с надеждой, что все будет хорошо. Мы в предвее Нового Еврейского Года. И это для нас очень важное событие, поскольку Всевышний в эти дни судит каждого из нас, оценивает. Но в первую очередь, конечно, мы должны быть готовы к этому суду. И у нас очень много времени. Отпущено для этого практически 40 дней с наступления месяца Иллула, который сегодня идет, и до кончания дней покаяния, которые кончатся Йом-Кипром. Будем надеяться, что Всевышний все-таки наши общие дела оценит положительно. И мы будем записаны в книги жизни на будущий год, чего я желаю всем буквально евреям, желаю всем зрителям канала «Смэги» и, конечно, всему доброму человечеству. Хочу всех поздравить с Новым Годом, чтобы в Новом Году было только улыбки, радость и много-много здоровья. Всем прекрасного Нового Года! Сроша Шана! Шана Тавома Тука, друзья! Гмар Хатима Туван, чтобы была хорошая запись в книгу жизни, крепкая печать, и чтобы только был сладостный и радостный 1783 год! С праздником! В последние дни уходящего года в Израиле принято приводить цифры, отражающие состав еврейского народа, его пополнения и другие национальные показатели. Немного праздничной статистики в нашем следующем сюжете. Накануне Роша Шана Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало обзор данных по Израилю. В настоящий момент население Израиля составляет 9 миллионов 593 тысячи человек. За минувший еврейский год население Израиля выросло на 187 тысяч. Темпы прироста населения составили 2%. В истекающем еврейском году в Израиле родилось 177 тысяч детей и было заключено 40 тысяч браков. Всего в течение уходящего 5782 года в Израиль репатриировались или прибыли по воссоединению семей 59 тысяч человек. За 8 месяцев 22 года Израиль принял более 47,5 тысяч репатриантов. Из них 36,5 тысяч с постсоветского пространства. Ожидается, что население Израиля достигнет 10 миллионов в конце 2024 года, 15 миллионов в 2048 году и 20 миллионов в 2065 году. Средняя продолжительность жизни в Израиле у женщин 84,6 лет, у мужчин 80,5 лет. В Израиле 7 миллионов 69 тысяч жителей евреев 74% всего населения, 2 миллиона 26 тысяч жителей арабов 21% 498 тысяч 498 тысяч жителей не относящихся к этим двум группам населения 5% 45% еврейского населения в возрасте до 20 лет и старше определяют себя как светское 19,2% евреев считают себя традиционными 13,9% традиционно религиозными 10,7% религиозными и 10,5% ультра-ортодоксальными Для 55% израильтян родным языком является иврит Для 20% родной арабский язык Для 13% израильтян родной язык русский Далее идут английский французский испанский идиш и амхарский языки 89% израильтян заявили, что довольны своей жизнью Из них 66% определили, что удовлетворены своим материальным положением Всего численность евреев в мире достигла почти 15,5 миллионов человек В Диаспоре проживают около 8 миллионов евреев Из них в России более 150 тысяч человек Давай вопреки нашей обычной очередности именно сейчас послушаем комментарий к недельной главе Торы В предпраздничном разделе Стендап Тора раввин общины Байтс Фаради и Лазар Несимов Добрый день дорогие друзья У нас наступает праздник праздник Рашишана Хочу от своей имени от имени общины горских евреев Байтс Фаради поздравить вас с праздником Рашишана Желаем вам счастья благополучия здоровья У нас этот праздник очень важный праздник это одновременно день суда в этот праздник мы несмотря на то что устраиваем застолье принято сделать определенные вещи за столом и кушать вещи которые напоминают нам о хорошем поэтому у нас есть специальные процедуры которые мы делаем когда мы с молитвой синагоги после того как молитва закончилось возвращаемся домой и приступаем к нашему застолью сверва как каждый шаббат или как каждый праздник мы берем кедуш наливаем в наши бокалы бокалы должно быть чтобы помешалось в нем больше 86 грамм не меньше и берем бокал в правую руку и вечерний кедуш делается стоя и читаем благословление на кедуш после благословления на кедуш у нас есть благословление шейхьяну она говорится сразу после кедуша еще не отпевая от кедуша баруха и и потом сидя выпиваем наше вино мы должны выпить большую часть стакана после этого мы идем делаем натилат отъедаем натилат отъедаем это моем руки перед тем как сделать эмоции вот это у нас сосуд натлан в нем вода мы из него делаем омовение рук перед тем как кушать хлеб мы должны мыть руки три раза вливаем на правую руку раз два три потом ставим натлан берем правой рукой и льем на левую раз два три после этого делаем шиф-шиф то что называется и поднимаем руки перед лицом на уровне лица и благословляем баруха таа шем элокей ну мелех олам ашеки дешану вистов свана аль нитилат и даем и вытираем садимся за стол берем наши хлеба произносим над ними благословление после этого отламываем кусок обычно мы каждую субботу и по праздникам мы макаем хлеб в соль но в этот праздник мы делаем исключение хлеб макаем в мед и кушаем его и раздаем также людям которые сидят за нашим столом после того как мы сделали хамуци и все покушали хлеб хлеб то что кушать должно быть не меньше 27 грамм приступаем к процедуре то что у нас особый застолье делаем на праздник и благословляем над фруктами первые берем фрукт финики и благословляем над ним боре приа аес баруха таа шем элокену милих оулам боре приа аес и кушаем его после этого берем еще другой финик и говорим особые слова вот перевод этих слов да будь угодно тебе господь бог бог отцов наших чтобы иссякли все враги наши и ненавистники наши и каждый желающий зла нам и кушаем финик это первое второе мы берем адама адама данное у нас здесь фасоль у нас зеленая фасоль можно любой вид фасоли брать и сказать над ним баруха таа шем элокену милих оулам буре приа дома и покушать потом заново берем еще фасоли и говорим соответствующие слова и рацион и рацион льфанеха ашем элокену милоке вот ину шибу захиот ину ут лап вену перевод да будет угодно тебе господь бог наш и бог отцу наших чтобы увеличились заслуги наши и пришло очищение нам и кушаем это у нас фасоль 3 берем лук пары у нас здесь есть такой лук уже благословление не надо читать над ним потому что мы благословили на вино на хлеб на хаец то что растет на дереве на фасоль то что растет в земле и уже говорили над ним только ярацон перевод его да будет угодно тебе господь бог наш и бог отца наших чтобы истреблены были все враги наши и каждый желающий нам зла и откусываем немножко кушаем лук пари дальше идет у нас тыква берем немножко тыквы жареная тыква также над ним благословление не говорим говорим только ярацон перевод перевод да будет угодно тебе господь бог бог наших отцов чтобы разорвано было постановлено на нас зло изочетаны были перед тобой заслуги наши и откусываем немножко кушаем его после него идет у нас гранат берем немножко зерен граната и произносим слова перевод да будет угодно тебе господь бог наш и бог наш отцов наших чтобы наполнились мы заповедями как гранат наполнен своими семенами и кушаем после этого берем кусочек яблока и произносим ярацон ярацон и льфан сразу же перевод этих слов да будет угодно тебе господь бог наш и бог отцу наших чтобы обновился нам новый наступивший год добром и радостью и обмакиваем мед и кушаем заключение идет у нас рыбья голова берем немножко мяса из рыбьи головы есть обычай делать из рыбьи головы есть обычай делать из головы барана у кого как принято так и делает говорим следующий ярацон ярацон велифан ашем локен велики ау тэну шине и лирож вил лизан перевод этих слов да будет угодно тебе господ бог наш и бог отцов наших чтобы мы были головой а не хвостом и кушаем немножко рыбы и этим завершается наша процедура можно приступить к застолью кушать на здоровье наверное в прошлый праздник Роша-Шана жители одного большого израильского города израсходовали тонны моркови украшая рыбные блюда праздничного стола а с чего ты взял и какой город ты имеешь ввиду большие израильские города иерусалим тель-авив остановись именно о тель-авиве и его жителях пойдет речь чтобы они нам все были здоровы богаты и счастливы тель-авив занял второе место среди городов ближнего востока по числу проживающих в нем миллионеров сообщило экономическое издание калька лист со ссылкой на исследование хенли энд партнерс консалтинговой компании из великобритании согласно квалификации компании миллионер это человек состояние которого один или более одного миллиона долларов сша в тель-авиве проживают согласно отчету 42 тысячи 400 миллионеров у двух тысяч 260 из них более 10 миллионов долларов у 118 горожан более 100 миллионов долларов наконец среди тель-авивских жителей есть 12 долларовых миллиардеров тель-авив в рейтинге уступил лишь дубаю обогнав абу-даби из объединенных арабских эмиратов тель-авив также оставил позади доху столицу катара и главный город саудовской аравии эр-рият первое место по числу горожан миллионеров и миллиардеров занимает нью-йорк 345 600 человек из которых 737 владеют более 100 миллионами долларов 59 миллиардеров общая сумма капиталов миллионеров и миллиардеров нью-йорка более трех триллионов долларов на втором месте в мире по числу миллионеров токио 304 тысячи 900 миллионеров 263 из них имеют более 100 миллионов долларов и 12 миллиардеров сан-франциско 276 тысяч 400 миллионеров и 62 миллиардера ландон 272 тысячи 400 миллионеров и 38 миллиардеров сингапур 249 тысяч 800 миллионеров и 26 миллиардеров эти города замыкают первую пятерку городов мира с самым большим числом богачи в отчете Henley & Partners не указывается брали ли ее исследователи в расчет стоимость жилья в Тель-Авиве если да то в этом городе даже самая скромная новая и не очень квартира трех-четырехкомнатная стоит более одного или до полутора миллионов долларов и при желании можно считать миллионерами сотни тысяч новоселов последнего десятилетия однако владения таким неоправданно дорогим жильем не превращают их в беззаботных толстосумов ипотечные ссуды без которых редкие семьи могут приобрести квартиры за 3,5-4 миллиона шекелей делают тель-авивцев заложниками банков на долгие десятилетия что не мешает им быть счастливыми и гордиться своим городом миллионеров гордиться можно не только богачами но и другими земляками если они люди известные и заслуженные и достойные конечно и видимо именно поэтому в первые дни нового 5783 года в приморском городе Герцлия открывается первый в Израиле музей восковых фигур кто стал его моделями смотрим и слушаем 7 октября 2022 года в комплексе арена в Герцлии открывается израильский аналог всемирно известного музея Мадам Тюсо экспозиция восковых фигур получила название «Избранные» к разработке идеи и созданию музея привлекали специалистов из Израиля и других стран потребовалось более трех лет чтобы создать этот местный зал славы который мягко говоря не согласуется с еврейской традицией и заповедью не сотвори себе кумира наряду с восковыми изваяниями людей покинувших этот мир в экспозиции богато представлены фигуры израильтян пребывающих в добром здравии да и сам выбор кумиров оставил немало вопросов многим захочется сделать селфи с фигурами первого израильского астронавта Илона Рамона любимых певиц Риты и Сарид Хадад всемирно известным баскетбольным тренером Дэвидом Блатом и другими израильтянами память о которых жива в музее представлены также звезды экраны и эстрады певцы и актеры спортсмены и тренеры шеф-повара и манекенщицы которые живы и могут встать рядом со своими восковыми изображениями это олимпийская чемпионка мира по художественной гимнастике Ленуай Ашрам футболисты Яэль Беркович и Маор Бузагла телеведущая и судья кулинарных реалити шоу Михаль Анаски и даже экс-президент Израиля Риувен Ривлин а также множество других известных личностей русскоязычные израильтяне представлены в новом музее двумя фигурами видеоблогером Семеном Графманом и звездой соцсетей Анной Зак Анна Кузенкова сменившая фамилию на Зак известна как российско-израильская модель пробовавшая себя также в качестве певицы Анна Зак считается одной из самых влиятельных израильтянок в интернете у нее 4 миллиона подписчиков в тиктоке и более 1 миллиона подписчиков в инстаграме запрещенном России теперь у русоволосой и синеглазой Анной Кузенковой Зак есть двойник в новом музее другой репатриант из СССР чья фигура установлена в музее видеоблогер и участник ТВ-шоу Семен Графман Семен не раз изображал русского парня простецкой внешности говорящего на иврите с нарочито чудовищным акцентом чем видеокомик Графман заслужил восковой славы может быть тем что кому-то именно такими видятся репатрианты из Советского Союза или тем что ранее Семен снимался в нескольких агитационных видеороликах в рамках предвыборной кампании Бенемин Нетаньях одна из снятых тогда сценок русской тусовки по случаю странного праздника Сильвестр с участием Семы и Биби вызвала в русскоязычной общине неоднозначную реакцию тогда это было поздравлением с гражданским новым годом что и сделал на русском языке совсем без акцента кандидат в премьер-министр Бенемин Нетаньяху в любом случае создателем музея лоббистом и заказчиком кандидатур на воскоувековечение виднее с кого и что лепить музей избранный в герцоли станет своеобразным праздничным подарком для светских израильтян и туристов желающих увидеть восковые фигуры местных селебрити и сфотографироваться рядом с ними все это конечно здорово мило и местами даже смешно но вот какое серьезное сообщение прозвучало незадолго до праздника Рош-Ашана если ты о том что с 2023 года граждане Израиля должны оформлять разрешение на въезд в страны Евросоюза так до этого еще целых три месяца коснется нововведения тех израильтян у кого нет второго гражданства любой из стран Евросоюза но и для остальных визы в Европу не станет слишком большой проблемой ну речь не совсем об этом точнее совсем не об этом долгие месяцы пандемии и закрытого неба позади израильтянам уже не нужно бороться с тягой к дальним странствиям как обычно бывает в праздничные каникулы нынешней осенью многие жители Израиля собрались в заграничные поездки но их предупредили о чем и почему смотрим отдел по борьбе с террором Совета национальной безопасности СНБ при канцелярии главы правительства Израиля обнародовал оценку ситуации и уровня угроз в странах куда обычно выезжают израильтяне во время осенних праздников граждан просят проверять рекомендации органа нацбезопасности прежде чем приобретать билеты за рубеж наибольшая террористическая угроза исходит от Ирана эмиссары которого увеличили активность в странах Запада особенно высока вероятность иранских диверсий против граждан Израиля на территории Турции как и прежде в уведомлении СНБ особо выделен Синайский полуостров куда в дни праздников направляются тысячи израильтян уровень угрозы здесь назван очень высоким рекомендуется воздерживаться от поездок туда от посещения потенциально опасных районов Обязательно проявлять особую бдительность во время пребывания в многолюдных местах которые могут стать целью террористической атаки К ним относятся достопримечательности стадионы культурные развлекательные и торговые центры гостиницы аэропорты вокзалы и транспортные узлы Крайне не рекомендуется выправлять наружу кисти цицит и носить кипу непокрытую сверху вторым головным убором это привлечет террористов и возможно удар придется в первую очередь на носителя традиционных еврейских атрибутов что касается ежегодного паломничества в Умань в праздник Рошашана братславских хасидов и других последователей Раббенахмана то СНБ официально рекомендовало воздержаться от поездки в Умань в этом году ранее было объявлено что делегации израильской полиции туда тоже не поедет и не сможет участвовать в обеспечении безопасности еврейских паломников тем не менее уже 4 с лишним тысячи хасидов попавших в Умань через Молдавию и другими путями находятся на месте наверное в праздничной программе и раздел недели в еврейской истории будет каким-то особенным у ведущего этой рубрики Николая Лебедева каждое выступление особенное таков уж он наш историк и эрудит слушаем а точнее внимаем 565 лет назад 20 сентября 1457 года была издана булла то есть указ римского папы Николая V который предписывал австрийскому герцогу Фридриху III разрешить поселение евреев на своих землях с этого момента можно отчитывать непрерывную историю проживания еврейского народа на австрийских землях евреи селились на территории Австрии раньше но как это мы знаем из средневековой истории их часто оттуда изгоняли они вынуждены были бежать погромы имели место довольно часто потом феодалы заинтересованные в деньгах евреев возвращали и так по многу раз на столетие можно сказать было евреи в Австрии примечательны тем что именно на территории Австрии и сопредельных районов современной Германии то есть Баварии прежде всего Франконии сформировался этнос европейских евреев-ашкеназов носителей языка идиш которые сейчас составляют примерно 70-80% еврейского населения мира оттуда евреи начали расселяться на восток потом частично возвращаться на запад но если брать прицельную территорию только именно современной Австрийской республики в современных границах то крупное поселение евреев там было зафиксировано с 13 века на территории современного земли Тироль то есть это самый крайний запад Австрии который в то время не принадлежал еще австрийской династии Габсбургов которые воцарились уже к тому времени в Вене а в Тироле в сопредельных провинциях Каринтия Каринтия это юг Австрии и Крайна Крайна это север современной Словении там было государство которое называлось Тироль Каринтия графство Тироль Герцог Каринтия объединенное государство которым правила так называемая Горецкая династия ныне вымершая вот последней представительницей этой династии которая активно симпатизировала как говорят евреям была так называемая безобразная герцогиня Маргарита Маульташ Маульташ в переводе с немецкого означает губастая вот биография этой безобразной Маргариты прекрасно описана писателем Леоном Фехтвангером в одноименном романе безобразная герцогиня не знаю уж насколько писатель сверялся с историческими хрониками или же это плод его фантазии но в любом случае под рукой у меня других источников нет вот Фехтвангер пишет что в правлении Маргариты то есть с 30-х до 50-х годов 14-го века в Тироле поселилась довольно многочисленная еврейская община они там занимались как принято ремеслами торговлей ростовщичеством но когда Европа захлестнула страшная эпидемия чумы так называемая черная смерть это 1348-49 годы по всей Европе прокатились страшные погромы и в том числе такие погромы были и в Тироле и практически все еврейское население было либо уничтожено либо было вынуждено креститься либо бежать за пределы Тироля а когда Маргарита умерла у нее был только один сын который умер при ее еще жизни династия пресеклась и она завещала все свое все свои владения Габсбургом и таким образом Тироль стал частью Австрии но когда евреи вновь стали селиться в Австрии это уже по вот этой Булле Николая Пятого после середины 15 века они уже Тироль обходили стороной и селились в основном в Вене а Тироль до этого был таким лакомым кусочком можно сказать перевалочным пунктом европейской торговли но после этого видимо торговые пути как-то сместились и Тироль стал захолустьем и если там уже в 19 веке возникла интересная такая поговорка среди австрийских евреев потому что почти все евреи жили австрийские жили в Вене а в провинции особенно вот в этом отдаленном Тироле евреев почти не было и возникла у евреев поговорка то есть продавать мацу в Тироле то есть имелось ввиду что в Тироле евреев практически нет и там маца никому не нужна то есть заниматься бесполезным делом бульон из-под яиц можно привести аналог ну так вот 16 века евреи начали активно селиться в Австрии им кстати очень покровительствовал император Карл V который был известен тем что над его владениями никогда не заходило солнце Карл V по по линии матери был потомком королей Кастилии и Арагона то есть объединенной Испанией а по линии отца он унаследовал пост титул императора Священной Римской империи то есть вся Германия Австрия современная Венгрия Богемия земли в Италии и плюс огромное владение недавно открыто в Новом Свете то есть в Южной Америке говорили что над владениями Карла никогда не заходило солнце и для того чтобы финансово поддерживать скреплять разные куски своей огромной империи ему нужны были евреи поскольку евреи были тогда монополистами фактически в деле денежного оборота кредита и тому подобных финансовых операций однако понимаешь что невозможно в одиночку управлять такими огромными землями Карл V незадолго до смерти разделил свои владения и оставил за своей непосредственно династией то есть за своим сыном Филиппом Испанию Нидерланды и земли в значит в Латинской Америке а Священная Римская империя и Австрийские земли перешли к его брату Матиасу который к евреям относился с гораздо меньшим пиететом опять начались изгнания евреям было запрещено проживать в Вене но было разрешено в Праге и вот на период конец 16 и 17 век Прага была в Европе главным центром еврейской жизни недаром там возникла эта легенда Големи Рафлива Бенбецарал кто интересуется может об этом почитать поподробнее тогда Прага была тоже установлена немецкоязычным городом и вновь евреи начали селиться в Австрии то есть в Вене преимущественно уже с 18 века императрица Мария Терезия последняя из династии Габсбургов и после нее поскольку по женской линии не передается стала называться династия Габсбург-Колтаринских поскольку ее мужем был Гертер Колтаринский она была набрежной католичкой евреев недолюбливала но понимала что евреи важный необходимый так сказать в хозяйстве элемент но тоже она долго колебалась пока наконец не разрешила евреям селиться в Вене и то она это обговорила таким условием что вступать в брак в еврейских семьях могут только старшие сыновья то есть чтобы евреи чрезмерно не плодились но этот запрет всячески обходился там евреи брали чужие всякие прозвища фамилии как-то это скрывали а потом этот декрет был отменен при сыне Марии Терезии типичным представителем просвещенного абсолютизма то есть монархия уже не феодальная еще не конституционная а вот такой переходный этап назывался просвещенный абсолютизм вот и Екатерина вторая тоже считается типичным представителем и император Иосиф практически отменил многие запреты и ограничения дискриминационные на евреев и в том числе он повелел всем евреям принять фамилии до этого у евреев фамилии не было кроме некоторых знатных раввинских родов назывались там Натан Бян Яков или там Мейер Бян Амшель то есть как бы имя и отчество вот он повелел взять всем фамилии и существует байка правда я сильно сомневаюсь в ее достоверности что чиновники решили немного на этом деле подзаработать которые занимались вот выдачей фамилий и богатым евреям которые там могли дать барашков букашки они давали красивые фамилии типа там Розенберг розовая гора Розенталь долина роз там Гольдштейн золотая золотой камень Пургольд чистое золото вот такие а скажем каким-нибудь там криминальным элементом или каким-нибудь несознательным евреям которые не желали платить давали оскорбительные фамилии такие как например канал Герух то есть помойная это самое канализация короче говоря или там Эзелькопф ослиная голова Швейнсон сын свиньи и тому подобное но я лично в этой байке сомневаюсь поскольку ни одного человека вот с фамилией Эзелькопф или Швейнсон впоследствии в истории не было известно хотя может быть они просто при первой удобной возможности свои фамилии меняли на более благозвучные сложно сказать и 19 век можно назвать эпохой постепенной эмансипации австрийских евреев их переходом так сказать получением постепенного равноправия тем более что император Франции Осип который царствовал с 1848 по 1916 год это сколько же получается 70 лет то есть столько же сколько недавно почивший английский корневый Елизавета так вот он покровительствовал евреям по возможности старался устранять разные ограничения евреи получили возможность там служить в армии на государственной службе и так далее и кстати в титуле австрийского императора еще со средневековых времен имелся титул короля Иерусалима этот титул еще тянулся со времен завоевания Иерусалима крестоносцами в раннем средневековье так вот однажды император Франции Осип приехал с визитом в город Черновицы нынешние Черновцы который в то время больше половины населения составляли евреи и когда он прибыл на центральную площадь он увидел что там одни евреи пришли его приветствовать он сказал ну теперь я понимаю почему я нашу титул Иерусалимского короля ну можно сказать что после смерти императора Франции Иосифа благополучие австрийских евреев подошло тоже к концу то есть еще пару десятилетий они пожили в спокойной обстановке а потом произошел аншлюз то есть присоединение Австрии и Германии а потом австрийские евреи разделили печальную участь своих немецких соплеменников и собратьев праздники праздниками а избирательная кампания тем временем в Израиле продолжается не знают устали не ведают отдыха активисты и пропагандисты лидеры и депутаты партии сегодня мы хотим коснуться только одной стороны нынешней предвыборной деятельности так называемого русского вопроса или борьбы за голоса русскоязычных израильтян в отличие от всех предыдущих выборов в КНЕСЭК соревнования за голоса русскоязычной общины в этот раз идет в Израиле вяло и без высокой заинтересованности видимо партии уверили себя в том что русскоязычными избирателями как таковыми сегодня можно назвать только репатриантов из СССР старшего возраста их число уже ограничено и оно сокращается год из года действительно тем кто репатриировался в начале 90-х в возрасте плюс-минус 40 лет и мог из-за общих иммигрантских проблем считать себя членом особого сектора сейчас уже за 70 и ближе к 80 годам тогда в 90-е и в начале 2000-х лозунг русскоязычный олимп всех бывших советских республик соединяйтесь имел право на существование а партии его выдвигавшие имели надежду на будущее дети и внуки выходцев из союза выросшие или родившиеся в Израиле уже распределили свои избирательные интересы по израильским партиям и на выборах голосуют за них их волнуют общенациональные проблемы они ушли с русской улицы именно так полагают сегодня в большинстве израильских политических партий и потому фактически не работают на этой самой русской улице во время нынешней предвыборной кампании не созданы русские штабы ни в одной из крупных израильских партий кроме партии ешатир да и туда похоже набрали не самых квалифицированных людей на минувшей неделе Яиру Лапиду пришлось приостановить работу русскоязычного предвыборного сайта своей партии из-за скандала на сайте ешатит появился пост в котором говорилось что Ликуд во главе с Бенемином Нетаньяху секторальная сефардская партия и выражает интересы только евреев северо-африканского и ближневосточного происхождения дескать именно поэтому в его избирательном списке больше нет места для репатриантов из России друзам и представителям других общин в Ликудии партию Лапида сразу же обвинили в расизме и особо подчеркнули что свои взгляды ешатит доносит до избирателей на русском языке комментарий Бенемина Нетаньяху в твиттере звучал так Еир Лапид сегодня призывает на русском языке не голосовать за Ликуд потому что это партия сефардов расизм Лапида не знает границ Ликуд партия всех израильтян и мы этим гордимся Яеру Лапиду пришлось оправдываться приводить примеры того что в предвыборном списке его партии сефардов даже больше чем в списке кандидатов от Ликуда однако от услуг русскоязычных пропагандистов партии Лапида пришлось отказаться в списке ешатит три русскоязычных депутата выходцы из СССР и все они на реальных местах Константин Развозов на шестом месте Владимир Белиак на шестнадцатом и Татьяна Мазарская на девятнадцатом на одного кандидата больше в списке партии Наш Дом Израиль которую иногда называют русской это Авикдор Либерман Юлия Малиновская Евгений Сова и Алекс Кушнир действующий депутат Элина Бардачьялова оказалась на проблематичном одиннадцатом месте остальные реальные места лидер партии отдал депутатам и кандидатам сугубо израильского происхождения в Ликуде спустился со второго на шестнадцатое место единственный выходец из СССР депутат Юлий Эдельштейн но его связывает с репатрианской общиной только давний старт в политику и превосходное знание русского языка в списке государственного лагеря Бениганца Гедоана Сара и Гади Айзенкота на реальном месте тоже только один родившийся в Советском Союзе депутат Зеев Элькин во всех остальных 36 израильских партиях участвующих в выборах русским духом и не пахло при этом около половины опрошенных русскоязычных избирателей подтвердили что наличие своего кандидата в списке партии им по-прежнему важно на прошлой неделе объявила о создании партии под названием 3040 Стелла Вайнштейн под цифрами кроется средний возраст ядра этой партии 30-40 летних выходцев из Советского Союза выросших в Израиль Вайнштейн успела побывать уже в двух партиях Наш Дом Израиль и Емина от первой она была членом горсовета Ашкелона а во второй она занимала высокий пост генерального директора что заставило 35-летнюю уроженку Ташкента мать троих детей создать новую партию об этом можно только догадываться вот что провозгласила сама Стелла мы хотим рассчитаться за наших родителей и побороться за будущее наших детей наша любимая страна была основана репатриантами такими же людьми как моя мама как родители многих из нас которые приехали сюда и заплатили за нас такую высокую цену теперь в наших руках требовать то что они заслужили и не получили многие политики сделали блестящую карьеру за их счет в то время как наши родители самоотверженно работали и накопили достаточный стаж на пенсию а некоторые из них не имеют крыш над головой и по сей день Вайнштейн упорно опровергает версию о том что ее партия 30-40 создана с одной целью оттянуть голоса у партии Либерманом стоит напомнить что такие попытки были в прошлом когда в Израиле создавались по заказу новые русские партии без надежды преодолеть электоральный барьер но с расчетом уменьшить число голосующих за НДИ партии балансирующие на грани электорального барьера или заведомо не проходящие его достаточно большая проблема для израильской системы выборов так электоральный барьер на выборах в Кнессет 24-го созыва равнялся 143 327 голосам или 4 мандатам партии не имеющие даже теоретического шанса попасть в Кнессет тем не менее могут влиять на окончательный расклад по результатам их предвыборной деятельности сотни тысяч голосов избирателей каждый раз оказываются в корзине для мусора это искажает действительную политическую картину однако демократическая система предоставляет право на создание партии даже тем за кем стоит очень-очень малое число последователей существует опасение что в корзине для мусора на этот раз могут оказаться голоса русскоязычных избирателей и представительство репатриантов из советского союза в Кнессете 25-го созыва будет рекордно малым за последние 14 лет как там у классика и дым отечества нам сладок и приятен помнишь кто написал ой не экзаменой это сказал чатский герой комедии грибоедова а повторил в другом контексте поэт тютчев а вот скажи мне тогда есть ли что-нибудь похожее про дорогие отечественные ямы что-то не припомню разве что в мертвых душах гоголя чичиков едет по русской дороге с ее ямами и кочками довольно литературных викторин сейчас мы расскажем о реальной израильской яме на реальной дороге в которую чуть было не провалились на прошлой неделе реальные израильские пацаны на реальных израильских автомобилях это чрезвычайное происшествие видели тысячи израильтян и отметили израильские СМИ в субботу в Тель-Авиве на главной городской трассе Айалон обвалилось дорожное полотно и образовалась огромная глубокая воронка провал открылся в середине полосы движения перед развязкой Ашалом неподалеку от всемирно известных башен центра Азриэля по случайности никто не пострадал в яму не свалилась ни одна машина при экстренном торможении водители даже ухитрились не уехать друг в друга однако дорога остановилась и полиции пришлось перекрыть пять рядов трассы сразу же после инцидента возле трассы Айлон остановили движение поездов что вкупе с перекрытием движения автотранспорта привело к огромным затруднениям и коллапсу весь поток автомобилей и без того практически стоящие в пробках в воскресенье утром перенаправили на параллельную Айолону улицу на мир совершенно не приспособленную для таких объемов транспорта городские власти официально предупредили что въезд в Тель-Авив с севера и с юга может быть невозможен горожане и гости Тель-Авива немедленно связали обвал дороги со строительством метротрамвая которая продолжается уже не первую пятилетку а конца работам еще не видно докопались звучало на прошлой неделе со всех сторон на место прибыли специалисты дорожники инженеры-строители и эксперты а также министр транспорта Мейраф Михаэли по профессии журналистка а по политической биографии лидер партии Авада общими силами удалось снять подозрения с трамвайного долгостроя и перевести стрелки на центр Азриэли где сооружаются еще одна 90-этажная башня слушали и постановили что воронка скорее всего возникла из-за инженерного проекта который нарушил равновесие в недрах и не учел поток воды под землей проще говоря забыли про подземные пустоты которых под Тель-Авивом в каменисто-песчаной почве видимо невидимо проектировщики и строители возводящие высотки и сложные здания не позаботились об устойчивости под лежащей пролежащей и прилежащей территории поблагодарив Всевышнего за то что земля провалилась на дороге а не под 350-ти метровым небоскребом чрезвычайная комиссия постановила взыскать с грубой компанией Азриэли все расходы по устранению провала и обязать ее взять на себя необходимые ремонтные работы на что группа компаний сразу же согласилась дабы не развивать скандал и не внушать никому сомнений в прочности зданий которые она возводит Тель-Авивцы Яфовичи и другие участники движения по трассе Айалон справедливо полагают что заделка огромной дыры на трассе будет представлять собой бетонную заплатку и новый провал может открыться где угодно очевидно что строительство гигантских зданий в непосредственной близости от перегруженной трассы представляют большую опасность работой по закрытию провала продолжались четверо суток под землю закачали тонны бетона и других материалов глава израильского минтранца Мераф Михаэли ответила все под контролем дорога снова безопасна и я как министр довольна реакцией общественности на действия и просьбы министерства сама же общественность отметилась в социальных сетях невеселыми остротами по поводу случившегося один из пользователей поставил фотографию грустного просящего милостыню персонажа сопроводив ее словами это я сознающий что яма в Тель-Авиве обойдется мне 8 тысяч шекелей без стоянки другой написал шуточное объявление сдаю в аренду яму похожую на дом всего в метре от центра Азриэли и развязки ашалом с натуральным освещением только 4500 шекелей без мебели и платы за домовой комитет пользовательница соцсети Ади Мессика известная своими остроумными и актуальными постами обыграла форму ямы и башен Азриэли круг, квадрат и треугольник рапорты это хорошо а громкие рапорты еще лучше вот ты знаешь что в Израиле стал очень распространенным такой способ мошенничества как выманивание удоверчивых пожилых русскоязычных граждан их кредитно-банковских данных мы не раз рассказывали об этом в нашем эфире конечно и слышал и читал и изучал и даже знаю от этого пострадавших люди отвечавшие мошенникам по телефону теряли многие тысячи шекелей полиция Израиля объявила жуликам непримиримую войну и что на этом фронте есть новости наши победили таки рапортую что да и уже слышен звон кандалов мошенников и звон летавр в честь доблестной полиции давайте послушаем оба звона сотрудники недавно созданного специального отдела полиции Тель-Авивского округа занимающиеся жалобами на выманивание данных кредитных карт у русскоязычных репатриантов на прошлой неделе задержали подозреваемого им оказался 30-летний израильтянин житель Тель-Авива в последнее время постоянно обитавший за границей в одной из стран СНГ полиция пока не сообщают в какой именно но известно что не в России мошенник звонил из-за рубежа русскоязычным израильтянам и представлялся сотрудником службы безопасности финансового учреждения а иногда и правоохранительных органов войдя в доверие он выманивал у доверчивых людей деньги русскоязычный жулик убеждал пожилых людей что их банковский счет взломан и надо срочно перевести деньги на другой только что открытый счет дабы уберечь средства от хищения таким образом ему удалось своровать десятки тысяч шекелей в полиции вычислили преступника и ждали подходящего момента чтобы его задержать и такой момент настал мужчина прилетел на короткое время в израиль но в аэропорту его уже поджидали оперативники и теперь телефонному мошеннику придется задержаться в стране надолго вместе с тем в полиции пока не рискуют доложить об окончательном успехе операции еще в августе двадцать второго года национальный центр кибербезопасности сообщил что мошенники действующие под видом русскоязычных сотрудников банков и других учреждений израиля похитили у репатриантов более двух миллионов шекелей с начала этого года зарегистрировали две волны телефонного мошенничества удалось зафиксировать около двух тысяч звонков поступивших от аферистов потерпевшим нанесен серьезный финансовый ущерб среди доверчивых репатриантов есть и такие кто потерял сотни тысяч шекелей полиция израиля распространила еще в начале лета объявления предупреждения в которых объясняла простые правила для защиты личных данных и сбережений все они опубликованы в сми на русском языке третья волна пришлась на август и сентябрь русскоязычный сегмент израильских социальных сетей полон сообщений о звонках мошенников в большинстве случаев ответ на иврите обескураживает жуликов и они либо бросают трубку либо просят перейти на русский язык часто их реакция на разоблачение нецензурная брать есть сведения что колл-центры для одурачивания пожилых репатриантов организованы в мужских и женских колониях на территории бывших советских республик делается это якобы сведомо и даже под контролем администрации исправительных учреждений преступные деятельности привлекают безработных и бомжи зачастую звонящих выдает характерный акцент в их русской речи и скудность лексикона когда они отвлекаются от написанного текста поэтому бравый полицейский рапорт о том что схвачен тридцатилетний организатор всей этой разветвленной и четко организованной банды вызвал в Израиле саркастические отклики в то что как гласило название одного старого советского телесериала и это все о нем не верится никому скорее всего задержанный не может быть центральным действующим лицом аферы он один из сотен жуликов обрабатывающих телефоны пожилых репатриантов в Израиле многочисленные телефонные звонки русскоязычным израильтянам из фальшивых банков и кредитных компаний продолжались и все дни после громкого задержания этого мошенника тем не менее сам факт того что личность преступника звонившего по международной линии и с маскировкой номера все же вычислили может стать серьезным предупреждением для всех остальных негодяев и мошенников не очень я люблю словосочетание общественные деятели какое-то оно не живое такое прям вот какое-то канцелярское однако бывают люди положение которых это результат их способности заслуг их способ благородного служения другим людям именно к таким известным и при этом очень интересным разносторонним смелым и талантливым людям относится депутат московской городской думы седьмого созыва председатель комиссии по образованию кандидат педагогических наук заслуженный учитель России детский омбудсмен правозащитник поэт и публицист вот Евгений Абрамович Понимович слушай очень порядочный добрый мудрый глубокий человек которого мы знаем уже ну наверное лет 30 ну поменьше наверное около 25 Евгений Евгений Абрамович Бунимович российский политик правозащитник общественный деятель поэт и педагог депутат московской городской думы родился в москве 27 мая 1954 года в еврейской семье отец профессор МГУ Абрам Исакович Бунимович мать учитель математики Раиса Ефимовна брат доктор физмат наук Леонид Бунимович с начала 90-х живет в США Евгений Бунимович в 1970 году окончил московскую физмат школу номер 2 в 1975 году окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова кандидат педагогических наук с 1976 по 2007 год работал учителем математики заведующим кафедрой математики физики информатики экспериментальной гимназии номер 710 в 1986 в 2001 годах вице-президент российской ассоциации учителей математики с 2002 по 2006 год член президиума федерального экспертного совета по образованию инициатор включения вероятностно статистической линии в школьный курс математики в стране заслуженный учитель России лауреат премии правительства российской федерации в области образования в 1997 году избран в московскую городскую думу депутат думы 2 3 4 созывов с 1997 по 2009 год с 2001 по 2009 год председатель комиссии по науке и образованию МГД зампредседателя комиссии по культуре МГД инициатор создания комиссии по правам человека при мэре Москвы в 2009 2019 годах уполномоченный по правам ребенка в москве в 2019 году вновь избран депутатом московской городской думы председатель комиссии по образованию МГД жена Наталья окончила МГУ работала социологом в ЦИОМе сын Даниил 1978 года рождения Евгений Абрамович мы вас обычно зовем последние там 20-25 лет Евгений же можно? можно мы сегодня будем насыпать вас комплиментами ну это рано немножко знаете а я хочу сказать про Евгений Абрамович Евгений и все остальное вы знаете я еще у меня сын был школьник когда он я когда приходил домой он мне всегда говорил тебе звонили по школьным делам или тебе звонили твои друзья там поэты или звонили кто-то из наших друзей я говорю а как ты определяешь? ты спрашиваешь у всех? он говорит нет я говорю а как же ты определяешь? он говорит если спрашивает Евгений Абрамович это значит образование потому что там понимаете я пришел в школу преподавать да соответственно старшим классом и так далее мне было сколько 20 лет а им 17 поэтому сами понимаете но я отпустил бороду как-то чтобы быть немножко постарше но в принципе и тем не менее это я был Евгений Абрамович да подключил учителя и так было всегда то есть я привык к этому и в то же время если это какой-нибудь там литературный вариант ну тогда скорее Евгений там обращается вообще не принято обращаться по отчеству хоть тебе и там я знаю 80 лет все равно как-то все друг друга больше по именам да а если это Женя да ну тогда это кто-то из друзей и более того вы знаете было еще одно имя детское как часто бывает в том числе ну прежде всего у евреев если помните у Довлатова по-моему в какой-то вещи сказано что нет такого сочетания из двух мягких словов которые бы не было так сказать детским еврейским именем да вот у меня было такое же и я недавно с грустью понял что на этом свете осталось ну два ну три может быть человек которые могут которые помнят вообще это имя и так меня называют потому что уже ну время идет да и это у детского имя уже ушло пусть так и останется только для них и для меня перед вот кому бы мы не говорили что записываем интервью с Бунимовичем все передавали вам привет начиная от близких бардов Ропа Вадяев у него сегодня день рождения мы он передавал вам привет вы можете его не помнить а Ольга Виноградова которая говорит что этот человек потрясающе разбирается даже в поэзии африканской про вас все давид мессингольц известный историк еврейской истории общая история к сожалению я не знаю сейчас приедет он должен был приехать чтобы просто с вами поздороваться сказать здравствуйте Евгений Абрамович так смысл в том что а а да знаю или не знаю так люди вместо того чтобы сказать там а да знаю ну там там депутат или уполномоченный просили привет вам передать почему-то это это глубина второго порядка глубина уважения и как бы в связи с этим вопрос а вот внутренние вы себя чувствуете больше он необычный вопрос а литваком или хасидом потому внешне вы совершенно литвак вот спокойный симпатичный такой не несуетливый но душа когда с вами поближе познакомишься у вас хасидская душа вот когда это раскрывается когда вы начинаете рассказывать вы всплываете какой-то истории не обязательно еврейской вот кем вы себя больше чувствуете ну наверное все таки знаете если говорить так если говорить по характеру это конечно очень сложно но в принципе конечно хасиды это те с кем я познакомился уже будучи взрослым человеком да а вся еврейская традиция которая была в моей семье не очень большая уже конечно это все таки советское время было все это просто ну конечно это все шло вот отсюда от литваков конечно скорее вот это все да а у вас родня корни из какого местечка сейчас скажу она такая разная немножко как есть как у всех но вот по отцовской линии дед собственно откуда фамилия да вот бунилович это велейка да это все что связано с белоруссией литвой вот так вот оттуда из этих мест велейка и вот и воложин да вот это знаменитая на всю европу как я уже знал потом потому что как вы понимаете во время когда я был школьником даже слово евреи было достаточно таким как будто его не существует да а уж тем более такие вот подробности да дело в том что вот этой воложинской ишивы где учился мой дед она была известна всю европу это одна из самых таких вот известных ишив и мамины корни тоже вот бабушка дедушка да это скорее да потом дед в в литве там тоже там много где был и и вот они скорее вот и и дедушка и бабушка вот по линии отца да они вот оттуда по по линии деда по маме да и я его не знал он умер до моего рождения а бабушка у меня растила я ее знал естественно пока она была живая это как раз так бабушка которая была со мной все время это украина это украина да хотя вот потом они все перемещались так сказать да вдоль черты оседлости скажем так да и поэтому а те и отец мой в семнадцатом году родился в киеве так на фундуклеевской улице как выяснилось вот и она кстати сейчас снова фундуклеевская и бабушка это все же было знаете так сколько это было все в полу запретном такого варианте я только однажды от бабушки так в проброс услышал что голда мейер была их соседкой да вот ну вот то есть они не были безумно ну как соседи но все-таки не как сейчас когда ты не знаешь никого даже в своем доме да многоквартир на московском доме а все-таки как это было тогда да поэтому и вот я ходил когда по этим дворам и я уже не мог понять какой именно этих дворов там два-три таких двора которые подозревают подозреваю чтобы родился мой отец но если вы представляете семнадцатый год в Киеве да ну это легко представить если даже прочитать белую гвардию да посмотреть не турбиных то есть там десять раз в это время менялись красные белые там зеленые там националисты такие сяки и и вот какое чудо да что вот вот родился ребенок да вот что-то его хранило да вот он выжил там во всех этих условиях в семнадцатом году да и так сказать и прожил большую жизнь там дольше кстати чем советская власть которая остановилась в семнадцатом году там он умер уже восемьдесят лет и вот вот так вот да что-то хранило потому что он ушел добровольцем на фронт и был в разведке в артиллерийской разведке и единственный сын и вернулся живой здоровый вот это вообще было тоже как уникальная история а в каком районе вы родились в Москве вы же московский мальчик да 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 а у меня два таких места московских вот моих так сказать да ну вот если говорить по рождению значит это новосущевская улица это легче понять будет даже не по самому улице там за углом то что сейчас называют но это собственно марина роща да но это то что где за углом сейчас этот самый центр еврейский да в мариной рощи большой и надо сказать что он был уже когда я родился то есть это 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 было это я тоже сейчас уже узнал не то что там была синагога я знал всегда да и бабушка меня туда отправлял за мацоид поэтому это было не трудно знать но историю этого улицы моего дома я конечно понял и узнал уже гораздо позже но во первых понимаете это удивительная штука потому что ну вот как в знаменитом фильме когда деревья были большими когда я сейчас приезжаю туда дома нету это был деревянный двухэтажный дом вообще вся улица стояла в таких маленьких очень московских несколько еще в Москве сохранилось даже кстати в этом районе есть несколько домов это не бараки нет 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 это не бараки это хорошие нормальные двухэтажки двухэтажки московские кстати говоря я сейчас настоятельно добиваюсь того чтобы в Москве все-таки был восстановлен на щепке дом Тарковский где жили отец Арсений да и сын Андрей Тарковский очень трудно это идет хотя вроде бы обещания есть какие-то но для меня еще важно и то что они там жили конечно там должен быть культурный центр но это такой же дом вот точно как у меня был такой же двухэтажный деревянный московский дом его надо восстановить и эти дома я уже гораздо позже это узнал конечно потому что в это время это было конечно не очень рассказывалось в семьях вообще много что было закрыто в это время в истории своей семьи да хотя конечно я с детства слышал идиш и в общем это не скроешь потому что бабушка часто говорила родители скорее понимали чем говорили но все-таки многие словечки идиш они конечно бродили и я всегда знал что я еврей для меня это было как бы не было никаких таких комплексов как иногда рассказывают но вот оказалось уже потом я узнал что вот эти дома деревянные на нашей улице строили во время НЭПа такие ну типа кооперативы да и вот наш дом в том числе строил мой дед вот собственно говоря вот там было всего шесть квартир весь дом вот одна квартира была наша это вот дед построил со своими какими-то приятелями потому что в другой квартире жили наши родственники значит это вот они как-то и вот это одна вещь которую я хотел их и сейчас обращался и к бороде еще значит они пока не не нарыли дело в том что вот эта синагога о которой я говорю вот это деревянная она вообще мало отличалась от наших домов я покажу вот идет ряд домов там штук шесть и потом заловую поворачиваем и там эта синагога она отличалась она была по самому точно так же только она была чуть больше дома были двухэтажные она была такая же деревянная такая же обшитая досками но только чуть побольше а вот и такая голубая и значит вот там был мой гендой ну все так сказать как было и написано я вот сейчас уже сейчас уже появляются какие-то материалы и там написано везде что это единственная синагога которая была построена в советское время и это как раз те годы когда строили все эти дома поэтому я думаю что как раз вот дед и все остальные там было очень много евреев которые на этой улице жили наверное они это и построили они принимали участие это ясно потому что там из того же построен а вот смотрите если мы стоим спиной к суду так и вот по этой улице которая разделяет где ходит трамвай которая разделяет еврейский музей да и центр толерантности от мед от самого по этой улице стояли ваши дома конечно нет наши дома стояли перпендикулярно этой трамвайной линии там вот этот угол прямо там рядом буквально угол да вот идет кусочек вот где еврейский музей напротив это самый еврейский центр да весь там и и перпендикулярно идет улица вот это и есть Новосучевская улица причем это очень интересная улица потому что она проложена по руслу неглинки вот той самой неглинки которая течет в трубе да и который дальше течет по самотеке поэтому самотека так и называется дальше течет по неглинной улице как вы понимаете под неглинной улице да по кузнецкий мост отсюда да естественно поскольку это был мост и потом через Александровский сад под Александровским садом выходит в Москву реку там даже сейчас есть дырка такая если плывешь то видно где неглинка выходит вот вот она текла под моей улицей понимаете вот и поэтому наверное там несмотря на то что она в трубе но все таки это природа это живое и поэтому по всей этой линии потрясающе растут деревья и все остальное поэтому там везде сады вот этот цветной бульвар вот до этого самотечный бульвар и наша улица была вся в тополях вот вся вот и вот сейчас я когда туда приезжаю прихожу да это поразительно потому что этот дом наш двухэтажный такой подъезд вот сюда две квартиры он мне казался огромным когда я был ребенком да еще двор был а двор вы сами понимаете для ребенка это вообще огромный мир да и я помню как я когда мне разрешили дали деньги и разрешили пойти в булочную которая была на соседней Тихонской улице да я должен был через школьный двор у нас была впритык школа она кстати сейчас есть пройти через школьный двор пойти туда и купить хлеба получить сдачу да и вернуться домой для меня это был целый мир я из одного мира переходил в другой я сейчас приезжаю прихожу брожу а тополя то остались и поэтому периметр дома понятен только непонятно где был этот дом потому что дома разрослись тополя сами по себе да и но они все таки корни то их на месте да и и вот этот дом который сейчас вообще непонятно где он там был он кажется каким-то кукольным должен быть понимаете а тогда он мне казался огромным у меня кстати были стихи тогда давно уже написано что касается модной стилистики ретро я родился в Москве в деревянном доме унесенным резким порывом ветра от него ничего не осталось кроме тополей на углах и забыл что такое копошащихся в кроне что касается ветра гудевшего в стенах от которого в легких пожизненный след да хранит нас не глинка текущая в венах потому что на карте москвы нет где можно где где можно прочитать ваши ваши поэзии ваши стихотворения как называются книги ваши стихов и где они продаются ой значит честно говоря все распроданы поэтому сейчас уже сложно с этим я могу конечно так вот красиво рассказать что последняя книжка недавно вышла в румынии и даже получила премию переводная уже перевели там получил премию как лучший переводная книжка года но учитывая ковид я там даже не был я должен был поехать на фестиваль там что-то такое но нигде не был а здесь ну последняя книжка была из вышедших в издательстве время но по-моему она уже вся разошлась ну надеюсь что появится еще какие-то сейчас а вот то о чем я сейчас рассказываю это немножко другое я рассказал обо все это не глинки во всем этом есть такая книга москва место встречи это книга где московские писатели и поэты каждый рассказал о том месте которое он больше всего любит или которая связана с ним там ли у си улицкой ну самые разные авторы и вот там как раз я рассказываю про свою улицу про вот не глинку про все это я рассказываю кстати говоря даже да вот и про синагогу в чем там несколько строчек и об этом есть и о том ныне известно всем еврейском музее центре толерастности который тогда был просто так сказать возле нашего дома в пяти шагах этот гараж тогда еще непонятно было неизвестно лучше это память архитуры мировой до построены константином мельниковым от этого просто замызганный грязный но там зато были такие круглые окна состояли эти автобусы можно было залезть и мы вы конечно окрестные все мальчишки залезали туда играли там же может был в прятки играть там вообще темно было очень такая романтичная была штука вот и вот эта книжка она удивительным образом есть потому что она в течение длительного времени вообще была в списке самых продаваемых книг что по моему было удивительно что много есть книга москве в конце концов да а это стояло знаете среди детективов среди любовных романов вдруг оказывается где-то наверху и это удивительно значит москвичам очень важно и не просто так знаете рассказать это дом номер 13 днем то это удобно а именно когда видимо писатели и поэты комбинаторах это очень важно рассказывает о москве ну а ведь потому что о москве рассказывал профессионалы профессионалы любящие эти места понимаете не просто а просто который умеет только сказать по-другому но еще и то что для них лично дорого вообще вот попросили про эту улицу псал про это просили проекта нет именно вот то что ты хочешь а расскажите пожалуйста историю как вам удалось убедить мэра лужкова сохранить это место и как вам удалось убедить что это объект культурного наследия ой вы знаете это интересная история только я ник не очень вот меня несмотря на всю мою так сказать общественную деятельность да вот это и в том числе депутатскую есть такая категория ли которая говорит я сделал я убедил так не бывает но и сейчас даже в науке как известно личных открытий даже математики по моему уже почти нету все это все рельман последний это какие-то группы какие-то люди понимаете и конечно это не один да это просто это было важно потому что это это было нового то что конструктивизм московский это наследие такое же как московский ампир например тогда и это был не так просто потому что лужков был человек очень лично такого восприятия и если вы показать какую-нибудь усадьбу там знаете с колоннами сам с какими-то там отделочками там и так далее искать вот это памятник арктуру это понятно а тут я с ним бродил там вы представляете под гараж из которой который сто лет не ремонтировался низа и из которой только что вы видели вот эти все автобусы грязь темень того не вообще все что хотите и я их вы туда затащили а потому что уже были письма были обращения но это не просто так дело то что константин мельников это мирового так сказать значение фигура как архитектор и на его собственный дом мельникова входит во все архитурные учебники мира который вас себе построил маленький возле арбата и вот он уже знал об этом но одно дело знать слышите то что могу внушали ему вместе с людьми которые изучали московскую архитектуру а другое дело внутренне почувствует я бы показывал там что но это было очень сложно и вот тут надо было через но он уже понимал что сносить это нельзя что вот до сносить нельзя но а кто будет называться что будем делать и вот там откуда появился этот еврейский след да вот который сейчас того еврейским музеем и так далее значит там настолько было ужасное помещение самого что пришлось совещание то что дело дальше делать не в этом здании нашли где-то там рядом какой-то приличный ком туда нас всех повели и там сидел один очень известный и в общем-то дружный с мэром человек который уже в москве много чего было ему принадлежал не буду злотильник потому что ну зачем их не так много до сидели хасиды я помню трое потом бы я даже полно в это время еще с ними был не был так знаком поэтому я взял кто это именно небо лазар может быть да вот что-то не остановить проверить но это знаете это было так давно что уже конечно трудно сказать еще сидел какой-то и тоже инвестор который тоже хотел себе что-то делать но потому что все-таки такое здание центре москвы еврейский нет 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 просто какой-то три страны три страны лучше нужно было решать да нужно было решать кому из них передатели дальнейших действий ну этот человек который был близок московской власти уже было понятно что если ему передать то конечно якобы он делает на самом деле городу надо укладывать средств этот инвестор вообще как был какой-то такой я не очень мутный немножко и было непонятно чего хочет что это был ясно и вот и вот эти вот хасиды такое для москвы тогда не совсем привычные еще вид и тогда евреи уже много было там но все-таки хасиды были более такой экзотической такой для москвы категории того времени сейчас уже как более гораздо привычный и когда лужков я помню как он сказал он сказал ну хорошо но вы все понимаете что это не просто гараж а это памятник архитектуру на меня посмотрю я вот только что это течение час конечно конечно стоит да напоминал ему другие издания мельников том числе кстати здесь нет недалеко это рука клуб русакова там это все это шуховский все дела вот эти до русской башни все ну что мог там и и что не мог да и объяснял что с москву приезжают специально туристы посмотреть именно на здание мельникова просто даже экскурсия уже такая была в это время специальные из россии из других стран что это мира все рассказывал и все таки вот что-то вошло на русском но это же еще поддержку же надо еще восстанавливать все на меня посмотрел и я уже успокоился потому что я понял что сносить не будут кто бы из них не взял я у меня были свои пристрастия но тем не менее я понял что уже не важно и вот он думал этот я чувствовал что этот инвестор был какой-то подозрительный я бы тоже не пошел на это вот его это таскать в общем из его круга человек но уже московский бюджет уже несколько раз с ним работал и вот вот эти люди да и до ложку на них посмотрел и говорит а деньги-то у вас есть у раз на угадал не граждане на вида не так не так он примерно так и сказал вот только по-другому сказал но вы понимаете такое это же память артура это надо все восстанавливать у вас есть средства на это вот так и сказал почему же не так примерно так и вот потрясающий был ответ после чего я понял что все это будет у них вот сидел первый из них вот так раз руками искал юрий михалыч иначе бы мы не пришли и все я понял что это будет еврейский центр ну и дальше сначала это был гаражными центр современного искусства но это была аренда вот так сказать по теперь он приехал парк культуры а стал там вот этот самый музей еврейский центр и еврейский музей центр толерантности мне кажется что кроме того что это очень интересный сильный музей и там кстати остался центр авангарда который именно потому что это мельников там шелха все остальное а там все таки это сохраняется эта традиция обязательно есть какие-то выставки авангарда там собирается многие вещи и для меня это очень было важно что вместе с этим музеем кроме того что это все-таки еврейский музей вместе с этим москву пришли технологии музеями 21 века очень хорошо сделан в этом точке зрения мне кажется это очень важно кто вас забирал из роддома во первых что это был за роддом рассказать знаете кроме того что у меня спросили я из москвы родился здесь еще есть такая точка знаете вот игровая романа да а да конечно это роддом не играю романа это куда деться естественно это было все лучшие люди были там да и понимаете это было такое время вот первый вот первый год это было чуть-чуть сразу после смерти стали и поэтому такой был вдох как вы туда и вот и я по и маме по моему даже туда перегородом передавали вот журналы первые казахка начали что-то печатать даже в роддом и нас там получала и встречал меня конечно мой отец да брат старший и бабушка надо сказать что бабушка в смысле а мама отца да у них не были непростые отношения с моей мамой так бывает и в еврейских семьях да как вы понимаете с иисусной кровью тем более что бабушка у меня была такая она кстати вот при всех сложных отношениях к советскому времени к тем наградам и так далее моей бабушке был орден ленина за то что она вывезла во время войны в эвакуацию пресненских детей те которые были так сказать да не с родителями и никто не пропал и никто не погиб и все были так сказать вот она их вывозила на этим занималась и однажды когда во время какой-то избирательной кампании там я встречался с какой-то библиотеке там с кем-то да и там были в основном пожилые люди и уже после этой встречи этом отвечал какие-то вопросы по образованию по культуре но то чем я всегда и занимался искусством при ну ближе конечно люди интересуют образование и ко меня подошла одна женщина пожилая и спросила сказать пожалуйста а роза григорьевна надо было роза гиршина но для в школе на было роза григорьевна роза григорьевна будем ович это ваша родственница я говорю да это моя бабушка ее нет уже давно но и она просто вот менять за рукав держала она говорит а вот я одна из тех кого на вывозила из москвы я так потому что лишь я не взял ее адрес все это нет не расспросил тоже знаете но такая была суматоха еще какие-то люди стоят свои проблемы я должен был послушать и вот она я на самом же было очень пожилая как вы понимаете вот так вот вот такой привет от бабушки пришел она создавала московские школы вам когда была борьба с неграмотностью и вместе с крупской кстати говоря они вот эти вот эти школы рабочей молодежи на пресне она это всем занималась вот так так что у меня так сказать вот это педагогическое во мне я учитель в третьем поколении потом мама всю жизнь преподавала школе папа в университете так что это бое конечно все преподавание вопрос в крови наверное и вот-то них буду это было какие-то там напряженные отношения мама рассказывал вот она пришла вот я оказался тем той точкой которая вот их слова связала я сказал так бывает даже я естественно ничего не понимал я так понимаю что судя по всему у меня арбат должен был прошел граверману на арбате же когда роддом этот должен быть как мир тормашками да как у владельцев но вот тем не менее вот такая история выходили в школу номер два да но это уже гораздо позже а сначала а сначала сейчас расскажу значит начнем с того что прежде всего до школы я ходил в какую-то группу человек я не помню там была такая семья не хотели они такая знаете бабушка еврейская семья какие там детские сады нет ни наши но в какую-то группу меня водили маленькую а это было в саду cd сад сад центрального дома советской армии а именно то что сейчас называется екатеринский парк так у нас была такая бонна и нас был человек 56 с ней и да есть такие фотографии удивительно что несмотря на то что потом у нас какие-то связи там естественно с этими дошкольные группы разорвались но вот девочки не знаю вот там был две девочки ос мальчика хорошо знаю один из них мы потом встретили статью второй школе в девятом классе уже то есть какой-то период выпал был саша кафман который по свиданиям у него александр давыдов литератор сын поэта давида самуэлова очень известного поэта который кстати говоря жил там сейчас мы открыли саше мемориальную доску рядом с моей улице тоже только не с той стороны где синагога а с другой стороны тоже называется площадь борьбы там где стоит сейчас кстати говоря скульптура венечки эрофеева и и там же на доме мемориаль доска давида собой вот мы саши открывали туда же приходил третий из наших трех мальчишек которые там до шести лет были коле шастью он медик профессор филатовской больницы так что вот три таких чек из до школы а потом случилось вот что они все были старше меня на год там ну примерно так и группа распался не все пошли в школу а я остался ну родители сейчас она делает вот год до школы и они меня решили запихнуть школу на год раньше тогда был нельзя сейчас можно как-то более либеральное время сам писал эти законы московских по которым это можно теперь но тогда это было все жестко им но поскольку они все были из образования включая маму и бабушку в виде исключения разрешили я пошел в школу вот в эту рядом которая была вот прямо у у нас я видел был очень маленький тем не менее я ничего не помню с первого класса у меня есть табель которым нет ни одной пятерки вы можете представить в первом классе ни одной пятерки и даже по поведению там 4 они 5 стоит хотя всем стали 5 это было железно вот и после первого класса случилось что эту школу из нее сделали что-то типа какого-то специального интерната там старше это переделать меня было куда-то перевести и тут выяснилось что напротив открылась французская спецшкола это как раз было то время когда стали открывать языковую школу как я сейчас понимаю все был как раз в это время но уже был сентябрь уже а там же конкурс набор там те более второй класс так и ну слушайте что такое еврейская мама можете представить этот экзамен вместо меня сдала моя мама она пришла в деле середине сентября и убедила его каким-то образом в общем меня взяли в эту французскую школу и это стало одной из таких сторон моей жизни я потом я учил совсем уже по-другому дам сначала в весе себя вот такой отличник и все это же мне это нравилось я очень любил все это и и класс и все это его такая и это это было удивительно и конечно школа в этом смысле общает представьте себе в это время вот эти языковые школы где со второго класса язык культура французский язык и так далее ни одна учительница никогда в жизни не было во франции ну это были же закрытые границы да естественно там железный заместок до грамматика была да ну что вы культура там литература французский они так это преподавали нет она была гораздо более идеальный чем сам чем наверное те кто там жили потому что это было идеальное понимаете это был такой париж который только в литературе встречается или в кино а не тот реальный который я как уже когда открылись границы приехал то сказать и так далее вот так вот это все было и вот я учился там до 8 класса и так любил эту школу что когда но тем не менее математические традиции семьи отражались на мне так сказать да я получил какие-то грамоты на олимпиадах математических учился и меня вот пригласили ну они это рассылали приглашение вот математическую школу вторую школу знаменитую я ничего этого не знал конечно на знаменитый совершенно не хотел никуда переходить но так получилось что после восьмого класса уже классный распадался там кто-то тоже куда-то переходил и хотя с первого раза я даже был такой школьным нашим таком туристском лагере при школе и когда родителя приехали чтобы я ехал на собеседование я спрятался в лесу я не хотел никуда переходить но потом стал ясно что остальные переходят и так далее потом не так сказать уже взяли по быть у грамотного олимпиадного я поступил во вторую школу вот так вот у меня у меня было бы у меня было бы все все наоборот если бы я приехал сын спрятался я были не нашел его или не смог бы убедить или если бы спрятался я то я бы до добился своего я бы не поехал если бы в середине сентября я пришел договариваться в школу к директору он бы скорее всего меня послал вот был другой мир но вы знаете что касается я немножко склеил потому что дело в том что что касается второй школы это было не за не за один раз я на самом деле один год я не пошел а по трое сушев пошел понимаете то есть я действительно они так испугались я спрятался в лесу что они уже скандинаду они но остальные говорили что они не знают где я но они прекрасно понимали что все знают я не скажу мы никуда не поедем только пусть он выйдет вот то есть уже не было вопроса а потом уже вся уже класс уже закончил ну как у нас бывает да после тогда сейчас после 9 тогда после 8 уже все пошли тоже было другое дело и вот таким вот образом нехотя да но все-таки мы решили вещь и с девочкой который мне тогда очень нравилось леной она сейчас в израиле вот мы вместе перешли вот в эту самую вторую школу и вот как бывает вот не хотел до оказалось что вот эти два года который я провел второй школе уже и это не просто так я убежден теперь точно что самые счастливые годы моей жизни это были годы два года во второй школе и это не просто так а я даже есть книжка между прочим которая так и называется 9 классная школа и меня больше всего радует и когда даже она так называется объяснение там по заголовок объяснение любви в 23 частях и приятно конечно не то что я занята получил какие-то литературные премии вообще и даже меня удивило вы знаете я и писал для своих друзей это было самый простодушный знак книг просто мои одноклассники старой школы мы до сих пор встречаемся и между прочим вот не знаю когда это все выйдет в эфир но через ровно через неделю вот пусть то как мы записываемся мы встречаемся в нашей однокласснице можете представить уже больше 50 лет как мы закончили школу и там будет все тоже саша давыдов это будут другие да я с удовольствием всем передаю привет я у нас немножко это прервалось во время к вида думает мы встречаемся чем не один раз и что удивительно что это та самая квартира у римочки да у рима генкины в которой куда вы поехали после выпускного вечера она на садовом кольце большая московской квартиры и вы туда приехали уже под утро все и вот и до сих пор был у рима встречаемся единство что изменилось что тогда рима такая знаете было как сказать такая артистическая такая да и совершенно невозможно представить что она будет так прекрасно готовить как она готовит сейчас вот это невозможно было даже в жизни бывают такие странные вещи вот они в исполнимых потерях которые происходят в обычные дни и накануне праздников ничего не поделать так случается эта жизнь 20 сентября 2022 года после тяжелой болезни в возрасте 47 лет скончался исполнительный директор израильского представительства бакинского центра мультикультурализма директор азербайджанского дома в израиле арье гуд почетный профессор азербайджанского университета языков журналист политолог и эксперт в области международных отношений арье гуд способствовал укреплению отношений между израилем и азербайджаном выступал в средствах массовой информации израиля азербайджана и других стран президент международного благотворительного фонда стмеги герман захарьяев выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной арье гуда и назвал его своим другом подчеркнув что уход этого человека настоящего патриота азербайджана и израиля тяжелый удар для еврейской общины и азербайджанского народа барух даян аэмет амэн вэ амэн сегодняшним героем нашей рубрики комик недели не позавидуешь не сладко им пришлось хотя все начиналось именно со сладкого блюда с торта ко дню рождения давайте обо всем по порядку молодая пара жителей курортного города и лад попала под арест за снимок праздничного блюда выложенный в интернет молодой человек которому исполнилось 27 лет получил в подарок от своей подруги торт выполнены на заказ на торте красовались украшения из пищевой мастики это были миниатюрная бутылка водки белуга копии 100 долларовых купюр и насыпанный белый порошок одна из сладких 100 долларовых купюр была свернута в трубочку а возле нее белели мелкими крупинками белые бутафорские дорожки не удержавшись кто-то из друзей именинника выставил фото этого шикардоса на своей страничке в соцсети фотография вызвала подозрение полиции наряд прибыл в квартиру виновника торжества торт забрали на экспертизу а парня и девушку задержали до выяснения обстоятельств самое нелепое и печальное для них началось потом в полицейской лаборатории сказали что речь может идти о наркотике поэтому нужно провести тщательную экспертизу белого порошка не помогли даже показания кондитера готовившего торт который клятвенно уверял что это сахарная пудра ждать результатов экспертизы пришлось долгие девять дней и все это время молодые люди провели в кпз в квартире которую снимала пара кроме злополучного торта были таки найдены небольшие дозы марихуаны и амфетамина кроме того именинник и ранее проходил по делам связанным с незаконным оборотом наркотиков и шутить с такой непростой биографии и с такими ништяками вряд ли стоило вообще-то вот и закончилось последнее в этом 5 тысяч семьсот восемьдесят втором еврейском году программа два кадра мы еще раз говорим вам шанатова уме тука и желаем хорошего сладкого года также заранее поздравляем с праздником сукот праздником кущей и конечно желаем хорошей и правильной записи в книгу жизни и легкого поста объем кипур в судный день наступают осенние еврейские праздники памятные даты и традиционные дни отдыха которыми богат конец сентября и весь октябрь мы встретимся с вами в эфире 22 октября на исходе субботы до свидания оставайтесь с нами дорогие друзья пожалуйста подписывайтесь на наш канал на наши социальные сети ставьте лайки дизлайки пишите комментарии нам это очень очень важно и нужно потому что ваше внимание это наша валюта у нас кроме вас нет никого мы без вас сироты и куть и котик веселый добрый па-ра-ра-ра-ра-ра-ра бэйби ворк и